друзья всем доброе утро у нас сегодня пятница впереди пасха поэтому я сегодня буду пить пить не буду буду пить хотя может быть и спою что-нибудь буду печь куличи но не обычные куличи а куличи которые называются краффины это такая модная тема последние несколько лет но я ни разу не пекла такие куличи поэтому сегодня буду пробовать в первый раз рецепт не буду рассказывать потому что для меня это тоже эксперимент но покажу как это будет делать поэтому смотрим и печем вместе сказала что не буду ничего показывать но все-таки покажу так здесь меня 200 миллилитров теплого молока я всыпаю сюда одну столовую ложку сахара и 12 грамм сухих дрожжей и делаю опару это оставлю минут на 10 чтобы дрожжи подошли активировались так скажем и потом будем делать тесто дальше для теста нам надо два целых яйца три желтка немножко соли где-то одну четвертую чайной ложки ванилин и 120 грамм обычного сахара теперь это надо все хорошо взбить до того момента когда масса станет белой и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Теперь в большую миску нам надо добавить муку, тут надо 650 грамм муки, но я сейчас не всю высыплю, потом буду добавлять понемножку, половину, наверное, пока высыплю, делаю вот такую полунку, добавляю сюда подошедшие дрожжи И нашу яично-сахарную смесь Так, и теперь я все это аккуратненько перемешиваю Пахнет уже вкусно Теперь постепенно добавляю муки В еще не замешанное тесто мы добавляем 50 миллилитров апельсинового сока Кто-то добавляет еще цедру лимона, апельсина, но у меня ни лимона, ни апельсина нет, поэтому я ничего такого вдавлять не буду И добавляем сюда 30 грамм меда Желательно, конечно, чтобы мед был жидкий, но какой уж И все это аккуратненько вымешиваем Высыпаю всю оставшуюся муку Немножко вымешиваем И добавляем 80 грамм растопленного сливочного масла И не забудьте добавить любви, нежности и хорошего настроения Тогда у вас получится вкусный кулич Так, теперь тесто надо вымешивать До тех пор, пока оно перестанет быть липким Оно, конечно, будет немножко липкое Вот, но муки мы больше добавлять в него не будем До свидания До свидания До свидания В процессе вымешивания я немножко подсыпала муки Потому что по рецепту там есть еще 80 грамм добавочной муки Все зависит от того, насколько у вас тесто липкое, нелипкое Какие у вас яйца, какая у вас мука Поэтому смотрите сами Вот у меня тесто уже перестало прилипать к рукам Видите, какое оно? Я думаю, что больше муки нам не нужно Так, теперь мы берем вот такую форму Наливаем сюда немножко растительного масла Смазываем форму Смазываем руки И берем наше тесто Вот так вот Оно вот такой консистенции должно получиться Оно такое, знаете, очень мягкое, эластичное, живое тесто И теперь ставим тесто на расстойку где-то на час Я это буду делать в микроволновке В микроволновку я поставлю стакан с кипятком И поставлю вот эту форму Закрою микроволновку Ну, естественно, включать ее не буду И оставлю его там на час Пока у нас подходит тесто Мы сделаем крошку Ее мы будем добавлять вместе с изюмом и орехами Сами куличи Для этого нам надо 120 грамм муки 120 грамм сахара Можно коричневый сахар использовать И 60 грамм масла сливочного комнатной температуры Оно такое мягкое И все И после этого мы просто берем и растираем в крошку все ингредиенты А у нас очередная серия сломанной iPad Мы едем снова в Apple В надежде, что они нам все же дадут тот обещанный iPad на 250 долларов Мы, правда, тогда вот они нам сказали, но мы ничего не узнали Такой они нам iPad дадут или какой-то другой В общем, короче, сегодня поедем, все выясним Надеюсь, решим вопрос этот Пока-то у меня куличи подходят Мы быстренько сгоняем Да, Юрий Алексеевич? Да-да Так что едем Едем снова Я гоню, да? Я гоню Да, мы там Торопимся Торопимся Мы записались на appointment Немножко опаздываем Вот Ну, ничего Страшно Скоро будем Да, смотрите Это мустанк электрический Полностью Красивый Мах Это новая модель Мне даже казалось, что их еще не продают Смотри, какая терная крыша у него Ну, это так себе на самом деле А, смотри, какие фары Навороченные Прикольные Называйте и снова здравствуйте Снова в нашем зале Сказали ждать здесь Возле стены растений Слушай, они настоящие растения А вот здесь видите Зарядки Да Настоящие 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 Они, наверное, там орошаются В ожидании Юрий На зарядке называется Вон там, видите, белый стенд Написано iPhone плюс AirTek Это новое устройство, которое они выпустили в этом году Для того, чтобы искать, не знаю, ключи Что там обычно теряют люди И ты его вешаешь на этот девайс Ну, в смысле, на ключи или на что-нибудь И потом он через iPhone можно найти Опять у нас объяснение, что произошло с iPad Пришел специалист В этот раз нам что-то другое делают Они собираются какой-то тест делать на iPad В прошлый раз почему-то не делали В общем, сказали, что все безнадежно Ну и как результат предлагают нам новый iPad И мы на него соглашаемся Что, Юрий, нам выдали новый iPad Смотрите, выдали в пленке Все только без коробки, без ничего В общем, как мы принесли свой, так нам и выдали этот Точно-точно такой же iPad Та же модель Все тоже Только 128 гигабайт? Ну, у нас и был 128 А, у нас было 128 Серьезно? Я даже не знала Ну, в общем, за сколько получилось? 200... 274, что ли, с налогом 274 доллара, да, с налогами Да, ну, новый около 400, по-моему, стоит 128 гигабайт Ну, да, с налогами С налогами, да С налогами, да С налогами, да, наверное, больше Ну, все, теперь у нас Леша снова будет счастлив Да У нас для тебя сюрприз, Леша Ты счастлив? Thank you so much! Ой, счастье, счастье Тесто поднялось, смотрите Не так, конечно, сильно, как и думала, но... Ну, нормально Сейчас будем раскатывать Сейчас мы его на две части разделим Раскатать надо такие прямоугольники А потом я покажу, что мы будем делать дальше Достаем наше тесто И делим его примерно на две части Точнее, на две примерно равные части Одну часть мы пока положим Прикроем Вторую мы будем раскатывать Надо раскатывать довольно тоненько, потому что потом мы будем из этого делать рулет Посыпем изюмом, посыпем орешками Кстати, орешки я еще не поджарила Надо поджарить орешки Мы раскатали вот такой вот пласт теста Чем тоньше раскатываете, тем лучше, тем тоньше будут слои Теперь берем сливочное масло Здесь где-то 50 грамм Его будем делить на два вот таких вот пласта Можно, наверное, вот так вот вылить и намазать Теперь всыпем сюда крошку, которую мы до этого готовили Половину Она у меня замерзла немножко, потому что стояла в холодильнике Поджариваем миндальные орешки Можно их немножко вот так вот поломать Поломать Так, и изюм Можно добавлять вообще любые сухофрукты, но чтобы они были не крупные Можно клюкву, я думаю, какой-нибудь апельсин Курагу, наверное, можно, если мелко ее нарезать Добавить тоже Ну, я буду добавлять изюм Так, я думаю, хватит Теперь мы аккуратненько вот так вот сворачиваем рулет Стараемся это делать равномерно Вот такой у нас рулетик получился Мы его сейчас отложим в сторону и сделаем сразу второй Поехали 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 Теперь нам надо вот этот вот рулетик разрезать вот так вот вдоль Аккуратненько так, чтобы не придавить тесто Чтобы слои были видны Теперь каждый кусочек надо свернуть в такой вот рулетик Теперь каждый кусочек надо свернуть в такой вот рулетик Потом мы соберем выпавшие изюминки Вот какая-то такая улитка должна у нас получиться Видно? Видно? Видно Ну и теперь вторая Поехали 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 Вот такие четыре штучки краффа у нас получаются Сейчас я их положу в формочки У меня правда только три формочки А тут их четыре Поэтому наверное одну формочку я сделаю из фольги И поставлю Ну не знаю На полчасика наверное на расстойку Вот так у меня получилось Видите какую я сделала формочку из фольги Так ну все Кулички немножко подошли Сейчас я буду греть духовку до 200 градусов Буду выпекать на 200 градусов где-то 5-7 минут Потом опущу температуру до 180 градусов И буду выпекать где-то полчаса Ну что кулички Добрый путь Только что вытащила из духовки Посмотрите какие красавчики получились Теперь надо чтобы они остыли Я потом сверху их посыплю пудрой И все Их крошить не надо Мне кажется они не так красавчики Всех с наступающим праздником Светлой Пасхи Все Упаковала один куличик Сейчас понесу его Наде